В эфире «Сыскное дело» в студии Алины Чемерес. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о ведомственных проверках, громких арестах, резонансных судебных делах и подведем криминальные итоги недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году в регионе алкоголем отравились почти полторы тысячи человек, смертельных случаев больше сотни. Затем, чтобы опасное спиртное не продавали, следят и полицейские. С начала года в области они выявили почти три тысячи случаев нелегальной торговли, изъяли около 40 тысяч литров запрещенного алкоголя на сумму более 8 миллионов рублей. Нацистская символика, драки и пропаганда фашизма в Самаре судят мужчину, который мог быть лидером праворадикальной группировки «Тойс». По версии следствия, клуб футбольных фанатов-экстремистов он возглавлял с 2014 по 2016 годы. На счету его участников беспорядки на стадионах и улицах города, призывы к нацизму. В апреле подпольное сообщество удалось внести в список запрещенных. Из зала суда наш репортаж. Организовал экстремистское сообщество, призывал к фашизму, провоцировал беспорядки. Такова версия следствия в отношении Евгения Гаврилова. Он и все присутствующие в зале суда старательно прячут лица от камер. Гаврилов известный среди единомышленников как Гавр. Согласно материалам дела, был лидером клуба футбольных фанатов праворадикальной группировки «Тойс». На этих любительских кадрах видно, как молодые люди устраивают потасовку на центральной улице Самары. По мнению гособвинения, этот случай не единственный. По версии следствия, он был организатором драк и подыскивал людей, которые будут участвовать в данных драках. На основании решения советского района суда города Самары в апреле 2017 года объединение «Тойс» было признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации. Из материалов дела следует. Группировка «Тойс» существовала в Самаре два года. В нее входили около 20 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Фанаты-радикалы, по версии обвинения, использовали нацистскую символику, пропагандировали фашизм, сбивали людей неславянской внешности. Кроме того, участники экстремистского сообщества проносили пиротехнику на футбольные матчи и провоцировали беспорядки. Некоторые, включая лидера «Тойс», уже были ранее привлечены к уголовной ответственности. Согласно материалам дела, Гаврилов уже был судим в прошлом году за то, что избил человека. В том, что создал группировку «Тойс» и впоследствии ей руководил, мужчина сначала сознался, потом свою позицию изменил. Если его вина все же будет доказана, Гаврилову грозит до 10 лет лишения свободы. Бывший директор молодежного театра «Лайт» Михаил Ушаков вышел на свободу. Два года назад его и братьев Андрей и Алексея Зуевых осудили за мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, мужчины похитили 106 миллионов рублей, которые в качестве спонсорской помощи поступили на счет театра «Лайт» от компании «Роснефть» в феврале 2012. Суд приговорил Зуевых и Ушакова к лишению свободы. Кроме того, мужчины должны были вернуть «Роснефти» 90 миллионов рублей. По словам экс-директора театра «Лайт», пока он выплатил только 20 тысяч. Охранника убитого во время ограбления Самарского банка могут представить в государственной награде. 69-летний Петр Стрельцов был смертельно ранен при исполнении. Он пытался выбить оружие из рук грабителя резиновой дубинкой, получил две пули в живот и одну в руку. Скончался охранник в больнице после операции. До работы в банке Петр Стрельцов строил Самарское метро. Семье погибшего руководство банка собирается выплатить компенсацию, а также направить документы в Росгвардию, чтобы посмертно наградить Петра Стрельцова за проявленный героизм. Сбил пешехода и скрылся с места аварии. Трагедия случилась в ночь на воскресенье на улице Сергея Лозо. ДТП попало в объективы камер видеонаблюдения. Водитель автомобиля «Лада» на высокой скорости сбил мужчину, который, по словам активистов движения «Ночной патруль», переходил дорогу в неположенном месте. Он скончался сразу от полученных травм. Виновника аварии задержали на Красноглинском шоссе. Сообщается, что он сел за руль пьяным. В этот же день случилась еще одна страшная авария. На трассе Сызрань-Ульяновск автобус столкнулся с двумя легковушками – «Приорой» и «13». По предварительной информации, двое человек погибли, еще трое получили травмы. Как сообщают очевидцы, в автобус сзади врезалась легковая машина. В результате он вылетел на встречную полосу и ударил два автомобиля. Трех злостных неплательщиков выявили сотрудники транспортной полиции и управления судебных приставов на Самарском вокзале. Акция «Узнай о своих долгах» прошла в зале ожидания. 100 тысяч рублей задолжали на троих самые несознательные граждане из тех, кого удалось задержать. Это и просроченные кредиты, и взыскания, и исполнительские сборы. Всего на наличие долгов проверили почти 30 человек. Некоторые проштрафились сразу по нескольким пунктам. Нарушителем можно стать и во время поездки. На вокзалах и в аэропортах можно получить штраф за курение и распитие спиртного, а также за появление в пьяном виде. Любые задолженности, предупреждают полицейские, необходимо оплачивать своевременно. Граждане должны оплатить наложенные на них административные штрафы в течение 60 дней после вступления в силу постановления об административном правонарушении. Неисполнение граждан данной обязанности влечет максимальное наказание до 15 суток ареста. Зенитчики ЦВО провели более 20 пусков боевых ракет на учениях в Астраханской области. Военнослужащие успешно отражали нападение с воздуха на расстояние до 50 километров и не позволили нанести ущерб прикрываемым объектам. Стрельба велась по мишеням, которые имитировали бомбардировщики и крылатые ракеты противника. Эти учения – заключительный этап лагерного сбора. В нем принимали участие около тысячи зенитчиков Центрального военного округа из Пензенской, Самарской и Оренбургской областей. На этом у нас все. Вы смотрели «Соскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok